Да, потому что наша фирма как раз занимается задачами статики, динамики, оптимизации произвольных систем, конструкций, сооружений. Ну, применительно к фирме стадио, понятно, статика это не хорошее слово, то есть это стабильность, динамика и оптимальность. Вот откуда стадио, значит, три составляющие. Фирма возникла, вернее, организована была на самой-самой заре, даже нельзя сказать, еще немножко до заре новой России, еще Советский Союз был. Это было начало май 1991 года, то есть фирме скоро будет 28 лет. Ну, по моим сведениям, такой долгоживущий, долгоиграющий и при этом занимающийся своим делом научно-исследовательской и разработческой фирмы второй, ну, в этой области, по крайней мере, о которой занимаемся, о которой я вам расскажу, значит, в России нет. Хорошо или это плохо, это отдельная тема, мы тоже на эту тему сможем поговорить. Вы видите, здесь также много других лейблов, да, они имеют привязку или аффилиацию к тем, значит, структурам, с которыми мы сотрудничаем или работаем. Но вы тут не увидите, значит, университет Дубну, что, как бы, говорит о том, что еще жизнь идет вперед, и мы, так сказать, будем добавлять в этот иконостас, да. Ну, вот, следующая, это эмблема Российской Академии Архитектуры и Строительных Наук, есть такая академия, оказывается, в России, да, государственная, одна из четырех государственных академий, вам тоже, в общем, это неплохо знать. вот здесь большая академия какая сейчас называет объединенная российской академии наук это российская академия архитектуры и строительных наук есть российская академия чего еще там образование да и российская академия там художественной так назовем да где во главе который царит или стоит известных вот четыре как бы известных нам по крайней мере государственных академий ну и там дальше идут вы видите так несколько университета где мы сотрудничаем каким образом ну примерно так как здесь то есть у нас там есть либо научно-образовательный центр как он есть здесь открытых был год назад примерно вот директор этого центра филипп напольский здесь сидит рядышком да тоже если что вы можете у него спросить что что вам будет интересно этот центр именно компьютерного математического моделирования мониторинга сложных инженерных систем но собственно то чем мы занимаемся вообще и хотим заниматься в образовательном научном аспекте здесь здесь показаны университеты где вот значит есть такие центры где я профессорствую но здесь показан пермский политехнический институт прежнее название сейчас это политехнический университет томский государственные институт строительный университет московский государственный строительный растет и дальневосточный федеральный университет но еще целый ряд других место здесь не хватило чтобы я хотел сказать вначале может быть по повестке и по ну тому как хотелось бы построить да нашу работу и так сказать я именно имею ввиду такую интерактивную работу все-таки да да конечно мы расскажем но мы это я и мои молодые сотрудники которые вот я говорю частично приехали я не о них расскажу отдельно но хотелось бы послушать и ваши вопросы ну и соответственно по возможности дать на них ответы да ну мы видим в этом как бы не просто там желание вам понравится а быть вам максимально полезно поэтому я предлагаю вам не стесняться да значит все что вам будет не ясно по ходу моего доклада доклады наших сотрудников или вот априорно так до доклада не ясно вы хотели бы узнать или даже заказать что-то доскать а вот расскажите нам о чем-то мы честно скажем мы этим там типа не занимаемся не можем да или вот действительно у нас есть опыт мы расскажем поэтому будьте максимально открыты мы также попытаемся да и смысл этого интерактива в том чтобы вы значит но узнали не только что это что мы вам расскажем но это что вы хотели бы может быть сами узнать понятно у нас формат как я понимаю это полтора часа да ну или больше а до 12 до но чуть больше значит чем полтора часа и что что коллеги к я не про себя говорю вообще общий до формат вот поэтому значит я не скрою у нас есть определенная сложность такая ментальная да потому что мы обычно привыкли где выступать но это понятно да там в научных сообществах на конференциях там семинарах ног перед своими коллегами перед какой-то там практикующий часть инженерии да вот в такой втягивающий как бы до втягивающий семинар со студентами да для нас ну несколько необычная да потому что как правило студенты к нам приходят и волей-неволей втягиваются сами по себе да ну как бы там не надо нами нам специально втягивать куда-то но попытаемся задача моя в том чтобы рассказать и при этом чтобы вам было понятно чтобы я вас не напугал его более того задали какие-то вопросы так как мы это поступим значит я тут есть только мышка по команде вот вот дмитрий 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 дмитриев да он у него тоже будет сегодня доклад вот это наш сотрудник тоже да александр игоревич нагибович да у нее тоже будет небольшой доклад небольшой доклад об огромной теме да вот он даже расскажет о какой вот и тема который как ни странно всем вам известно да очень хорошо но герои которые эту тему обеспечили в россии вам неизвестно вот один из них так и олег сергеевич гречевский вот который тоже раскроет еще одну сторону до нашей и вот уже деятельности он самый молодой так и по возрасту да он сегодня у нас кто аспиран да вот олег аспирант ну что было понятно возрастная до категория то сказать это от от вас по крайней мере от четверокурсники не очень далеко прямо скажем александр и дмитрий закончили или заканчивают аспирантуру ну вот значит открою небольшой секрет александр в июне будет защищаться как раз перми да по теме своей кандидатской диссертации но часть из нее он все не изложит но на более попасть понятном языке да и дмитрий тоже по видимо в этом году до защитить свою работу да то есть этом такие наши молодые кадры вас наверно интересует а как бы из кого состоит можно вот наш состав это как видите как ни странно достаточно молодежный по нынешним временам но вы знаете что в россии есть такая проблема демографической ямы да что есть такие престарелые научные работники и там инженеры эту категорию значит представляю я например да которым там сильно за 60 некоторым за 70 есть даже которые за 80 они продолжают работать но потому что честно говоря нету смены да потом идет такой большой демографический так сказать прорыв да то есть никто не шел науку да значит где-то там 90-е годы да да и в конце восьмидесятых и потом идет вот такая наша молодежь да вы видите но среди этой молодежи есть уже там и доктора наук и кандидаты наук да вот среди здесь присутствующих но вот как бы мы пытаемся аккумулировать такую как бы интеллектуальную элиту в этой области я уже сказал что нам будет 28 лет вот 25-летие значит фирмы мы подготовили целый ряд мероприятий не буду об этом говорить отдельно но в частности мы издаем книжки вот последние годы мы в год в год издаем по одной интересной книжки до каждый год по интересной книжке который имеет и такой общечеловеческой инженерный таскать характер и безусловно образовательно учебный то есть они все как бы индексированы то есть можно использовать в учебном процессе и монографический результаты наших исследований ну вот видите здесь написано я не буду вам все это зачитывать да боюсь что просто действительно отпугнул вас да вот у нас есть такие направления ну здесь выделено условно 4 имеющий как сейчас модно говорить ну менеджер любит это слово да такой синергетический эффект все эти направления не раздельно они как бы усиливают друг друга да то есть это разработка различных метод назад на одну на одну да это разработка собственно математических моделей и развития численных методов алгоритмов и программ да собственно которые их реализуют для вот исследования таких сложных инженерных систем исследования под исследованием мы имеем ввиду значит Исследованием тех параметров, которые влияют или обеспечивают, или определяют безопасность этих параметров напряженно-деформированного состояния, теплового, фильтрационного, ну, всяких разных состояний. При полном комплексе нагрузок и воздействий, это могут быть статические, динамические, температурные, на всех этапах жизненного цикла. Ну, то есть, от, условно говоря, изысканий, проектирования, строительства, эксплуатации, реконструкции, вывода из эксплуатации. Ну, не дай бог, если что-то происходит с зданием в процессе строительства и эксплуатации, например, обрушилось. Я не буду об этом говорить отдельно, мы были главными экспертами по расследованию причин обрушения Трансфальпарка в Москве, Басманного рынка. То есть, если обрушилось, мы также исследуем с помощью вот этих самых моделей, чистных методов, программных комплексов. А из-за чего это произошло? С тем, чтобы не допустить такого впредь, ну, и найти, как бы, и наказать виновного. Ну, это я шучу, конечно. Вот, назад, назад, мы еще там не все, да. Далее, это, собственно, развитие собственных, разработка развития собственных программных комплексов. Мы о них тоже еще поговорим немножко. И верификация и применение зарубежных, ну, в том числе зарубежных, таких мировых брендов, о них тоже можно поговорить будет, программных комплексов, ну, таких мощных, которые являются лидерами в своих отраслях. Ну, вот, прежде всего, в отрасли математического численного моделирования задач механики, да, ну, или задач вычислительной механики, назовем так. Так, это такие программные комплексы, ну, наши это стадию астронова, мы об этом поговорим. А мировые лидеры это Энсис, Абакус, Диана, ну, это вот, как бы, у всех профессионалов, они на слуху, они достаточно дорогостоящие, достаточно сложны в освоении, но позволяют, они называются тяжелыми, поэтому, да, но позволяют решать задачи в такой серьезных, наукоемких постановках, да, на которые, может быть, другие программные комплексы, так сказать, замахнуться не могут, да. Ну, следующее, третье направление, да, условное, опять повторяю, это выполнение наиболее сложных расчетных исследований с помощью вот этих методов, алгоритмов, программ, объектов особо ответственных, уникальных, требующих вот такого серьезного научного подхода, да. Это и атомные станции, и гидроэлектростанции, гидроаккумулирующие станции, это всякие там недоскребы, как мы их ласково называем, да, сейчас вы знаете, в России их довольно много, ну, в Москве, там не только в Москве, это всякого рода большепролетные сооружения, ну, вот, в частности, Александр будет рассказывать о большом классе таких последних наших, да, большепролетных сооружений, это стадионы к чемпионату мира по футболу, который прошел в России в 2018 году, это потребовало очень серьезных таких исследований, вот, ну, и целый ряд других, да, и целый ряд других. Ну, и, наконец, то, чем мы занимаемся вот как бы здесь и сейчас, это вот научно-образовательная деятельность, да, ну, или мы сейчас фрагментом ее занимаемся, да, то есть это подготовка молодых кадров, да, там, студентов, магистрантов, то есть бакалавров, магистрантов, специалитет, аспирантура, докторантура, это выпуск вот как раз всех этих монографий и учебных пособий, публикация в научных журналах, собственно, мы сами являемся спонсорами ряда таких научных журналов, и организация различных международных и российских симпозиумов, конференций, которые мы тоже спонсируем, то есть являемся их организаторами. Так, можно идти дальше. Ну, тут у меня есть раздел из нескольких слайдов, который вызывает наибольший интерес у специалистов, так скажем, да. Надеюсь, мы когда-нибудь через несколько лет, может быть, этим или другим составом здесь присутствующим сможем и эту тему более внимательно затронуть, да, но сегодня, я повторяю, не хочу вас пугать, поэтому, может быть, и быть уверены, что все те задачи математического моделирования, которые сегодня стоят на острие, да, вот обоснования безопасности зданий, сооружений, комплексов, там, и сложных систем, они, значит, нами решаются. Ну, здесь, опять же, несколько фрагментов приведу из работы еще, так сказать, и советских времен, да, как бы жизнь, понятно, началась на один слайд раньше, да, можно? Да, вот, то есть, понятно, для того, чтобы всем этим заниматься, математическим моделированием, ну, и по необходимости численным. Почему численным? Ну, потому что аналитический, сегодня такого рода системы невозможно считать, да, то есть, не экспериментально, не аналитически, да, то есть, только вот численно, то есть, математические методы, то есть, численные схемы, численные методы решения задач математических, плюс реализация программных комплексов, причем такая эффективная реализация, без чего нет. Ну, вот тут есть типичный такой объект, показан, да, ну, он типичный не только для нас, но или вообще, так сказать, для всех, всего строительства, да, то есть, основания, сооружения, оборудования, трубопроводы, атомной станции, да, это вот такой типичный разрез, да, ну, там, изометрия с вырезом, да, и конечная элементная модель. Ну, вы, наверное, слышали, что документ конечных элементов или нет? Еще нет. Ну, вот, вам наверняка об этом расскажут и покажут, и пропоют песню, значит, так сказать, да, в пользу этого метода. Это, надо сказать, один из тех примеров, в науке такие примеры есть, когда этот метод, зародившись где-то 50, там, лет назад, и найдя своих приверженцев и в Советском Союзе, я вот был один из них, как раз вот 40 с лишним лет назад, он сегодня занял практически такое безраздельно доминирующее положение среди методов, численных методов, да, расчета вот таких сложных инженерных систем, да, то есть практически безальтернативно, то есть не потому, что дядя какой-то назначил его главный, или там было какое-то постановление партии и правительство, вот, или какой-то менеджмент так решил там эффективно, нет, вовсе нет, именно потому, что он это место под солнцем себе заработал, да, заработал, ну, вот, прежде всего, своими возможностями, тем, так сказать, обильным, так сказать, набором задач, примеров, да, успешно решенных, уже, так сказать, многие объекты построены, эксплуатируются, уже некоторые даже выведены из эксплуатации, где он показал близость, да, так сказать, практически значимую инженерную близость, да, вот тех результатов, которые он показал, с тем, что происходит в натуре, да, ну, вот здесь как раз показана такая конечноэлементная модель, вот сетка конечных элементов объемных, да, и разного типа, да, и те нагрузки, включая сейсмические, которые действуют, то есть мы, видите, что мы решаем, или, так сказать, говорим о том, что в ряде случаев надо решать комбинированно связанную задачу, не только основание, не только сооружение строительной конструкции, не только оборудование, не только трубопроводы, а как они есть на самом деле комбинированной системы, так вот, в рамках метода конечных элементов тоже есть много ответвлений, да, много всяких там схем, одна из самых мощных, и которые мы развиваем уже более 40 лет тоже, это так называемые суперэлементные подходы, но применительно к динамике, это называется метод динамического синтеза под конструкцией, запомните, как красиво звучит, да, в любом обществе, если вы это произнесете, ваша цена сильно увеличится, вы можете быть уверены, вот, но пока это просто слова, на самом деле это, за этим есть, вот здесь показаны фрагменты математики, да, которые за этим есть матричные, да, которые позволяют решать задачи вот в такой комбинированной, связанной постановке, при этом, что каждый из конструкторов занимается, предположим, расчетом в своей части, тот, кто занимается основанием, занимается основанием, то строительными, строительными, оборудование, оборудование, трубопроводы, трубопроводы, но вот с помощью этой суперэлементной или динамического синтеза под конструкцией процедуры можно, так сказать, обеспечить каждому работу независимо, и потом сшивание это все в одну модель. Этот подход используется отнюдь, конечно же, не только, и начинался он, опять мне, вот скажем, с сооружений, система основания, сооружения, оборудования, да, вот он первым в мире, мы тоже в этом участвовали, просто занимались этими объектами, был использован в ракетно-космической области, ну, вы спросите, а в каких задачах он мог быть использован, ну, представьте себе, да, это на самом деле так, говорю о нашем опыте, да, вот международная космическая станция Альфа, да, которая вот уже давным-давно, сколько там, ну, лет 20 минимум, да, уже летает там, да, много-много там экспедиций туда, вот сейчас недавно тоже запустили, она состоит из множества блоков, да, которые, часть из них были запущены сразу, потом другие были дозапущены и пристыковывались, каждым из этих блоков занимается своя страна, более того, внутри страны своя компания, да, она ничего не знает практически о других блоках, да, а вся система живет совместно, да, значит, она испытывает нагрузки, откликается на эти нагрузки, там, статики, в динамике, при выведении на орбиту, на орбитальной деятельности, да, вот, как обеспечить, вот, так сказать, правильный расчет такого сложного, значит, инженерного, такой сложной инженерной системы. Вот оказывается, опять же, метод динамического синтеза под конструкцией, которым, повторяя, мы уже занимаемся почти 40 лет, он позволяет вот такой подход реализовать, да, что каждый, как бы, занимается своим делом, разработчик, конструктор, исследователь, расчетчик, да, но от всех остальных ему приходят некоторые сигналы в виде матриц влияния, да, которые указывают, как, значит, будет пристыковываться его модель к другим подмоделям, да, и это позволяет собрать общую модель и получить ее, там, статику и динамику, ну, в частности, при орбитальной деятельности. Поэтому, видите, тут есть такие, как бы, переклички и взаимопроникновения, да, или, как там говорят политологи, конвергенция, да, значит, разных отраслей друг к другу, вот, как бы, более передовая, предположим, да, значит, ракетно-космическая или аэрокосмическая область, вот, она, как бы, вот там это зародилось, и сейчас это потихонечку, потихонечку, но проникает и в другие отрасли, да. Следующее. Тоже задача во многом, как ни странно, похожая, хотя, как видите, немножко другая. Вот Дмитрий Сергеевич, как раз это тема, по сути дела, его кандидатской диссертации, а в свое время это была, ну, в другие времена и в другой постановке тема моей докторской, ну, часть моей докторской, да, лет 20 с лишним назад. Это вот такая тоже, видите, связанная сложная система основания, плотина, водохранилища, да, при сейсмических воздействиях, да, потому что понятно, что такие сооружения строятся обычно в горных районах, которые обладают повышенной сейсмичностью, ну, и надо понять, а что же произойдет, да, если что-то ударит сейсмическое воздействие, да, как это все будет работать, да, имея в виду вот такие разнородные системы, да, то есть тут может быть основание, ну, как правило, это скальное или там какое-то скальное, там, глинистое основание, плотина, как правило, бетонная, да еще с какими-то швами, с какими-то контактами, контактом с берегами, и водохранилище, это вообще механика жидкости газа, это уже, так сказать, совсем другая. И надо это все посчитать совместно, да, как это будет работать. Ну, вы спросите, а неужели это опасно, неужели это опасно? Да, очень опасно, потому что вот такие сооружения, ну, вот, например, гидротехнические, да, могут достигать высоты 200, а иногда до 300 метров, да, вот, ну, у нас и в России, и в Советском Союзе такие тоже есть, вот, и если там что-то произойдет, то смоет практически все, что снизу, да, на протяжении многих десятков, если не сотен километров, ну, вот, например, не все об этом знают, наверное, да, была такая арочная плотина, она, собственно, до сих пор осталась, она стоит, да, только без водохранилища, построена в Италии где-то 50-60-е годы, я не помню, да, и там, не в результате сейсмического воздействия, а в результате схода части берега, да, возникло такое микроцунами, да, и волна, вот, из водохранилища, она перекатилась через гребень плотины арочной, да, все деревни, которые были ниже по течению, Италия, это не где-то там, так сказать, какой-то слабо развитая Африка, нет, вот, и Италия, которая всегда исторически занимала одно из первых мест в гидротехнике, ну, то есть там, исторически, это развитая область такая, и методически, и научно обеспеченная, вот, погибло порядка 5000 человек, да, то есть никто не выжил, значит, в тех деревнях, которые были ниже по течению, да, то есть вот можно представить себе цену вопроса, да, дальше, ну, здесь показывается, да, здесь показывается, что учитывается здесь также и нелинейные эффекты, в данном случае эффекты трения, и контакта, и трения вот на этих швах, вот, которые там показаны, да, то есть это тоже очень важный фактор, да, да, учитывать нелинейные эффекты в тех случаях, когда они значимы, да, а каждая нелинейность, уход от линейных приближений, это определенный вызов, да, мы никогда не знаем заранее, насколько хорошо у нас сойдется задача, да, но вот есть задачи, в которых учет этих факторов совершенно необходим. Дальше. Ну, мы уже говорили о основании, основания бывают самые разные, более того, из строительных конструкций, сооружений, это то, как правило, за что человек не отвечает, а то, что Богом дано, да, ну, там, основание может формироваться миллионы лет, там, десятки тысяч лет, и нам надо правильно учесть его вот в работе, в работе всей системы. Здесь также разрабатываются математические модели основания, их нету, грунтового основания, их нету одной на все случаи жизни, более того, их много, они все достаточно сложны, и, ну, вот, реализация таких нелинейных, реологических, то есть, зависимых от времени, от истории нагружения моделей, это, как бы, очень сложная задача, да, ну, вот здесь показан опыт нашей, как бы, реализации, такой, одной из таких моделей в нашем программном комплексе. Стадио, то, что мы использовали для одной из гидротехнических сооружений, ну, более того, по российским меркам, недалеко от Дубны находящей, это Загорская гидроаккумулирующая станция, это подмосковное сооружение. Ну, вот, что на сегодня представляет комплекс программ, которые мы вот разрабатывали, развиваем сегодня, у которых довольно много пользователей по России, ну, сотни, да, пользователей по России, сотни имеются в виду корпоративные пользователи, да, в организациях. Это вот универсальный программный комплекс Стадио, конечно, элементный, и его специализированные ответвления, но самая из них такая коммерчески успешная, это Астронова, это прочностной расчет трубопроводных систем, да, самых разных отраслей. А каждая отрасль регламентируется соответствующими нормами, да, в России, по крайней мере, так. Атомная энергетика, тепловая, нефтехимия, нефтепереработка, тепловые сети, магистральные трубопроводы, трубопроводы высокого, сверхвысокого давления, и судовые трубопроводы, да, вот 6 или 7, я уже забыл, значит, таких отраслевых ветвей, которые позволяют, значит, оценить прочность трубопроводных систем, произвольных, разветвленных, разных отраслей. Дальше. Это мы пропускаем объекты, тоже пропускаем, и тоже пропускаем. Ну, тут немножко съехали шрифты, но я расскажу все-таки об этом, да. Ну, надо понимать, я об этом уже немножко сказал, собственно, какими программными комплексами мы пользуемся, да, для того, чтобы вот исследовать такие сложные системы, системы строительства, машиностроения, ну, и там далее по списку, он может быть продолжен, конечно. Ну, вот в первой колоночке, да, вы видите, в первой графе, то, что мы называем тяжелые универсальные комплексы программ, да. Ну, вот тяжесть их мной уже была определена, они дорого стоят, много чего умеют, тяжелые высвоения, но, как это сказать, легки в бою, да, то есть, грубо говоря, их можно и нужно использовать для сложных, как у нас принято говорить, наукоемких задач. Вот, то есть, из пушки, из этой пушки по воробьям стрелять не надо, да, вот если у вас воробей, да, то лучше их не использовать, другие можно. Итак, в этом колонке представлено три программных комплекса, они, безусловно, лидеры мировые, мировые лидеры сегодня, ну, вот в области такого наукоемкого тяжелого софта вычислительной механики, они, я думаю, тяжелого софта, они занимают процентов 80, наверное, если не все 90, да, то есть, они этот рынок делят. Это программный комплекс Энсис, Абакус, Иностран. Ну, Энсис и Абакус мы, как бы, владеем, более того, мы их верифицировали, то есть, подтвердили их возможности применительно к расчету и машиностроительных, и строительных конструкций. В детали не буду входить, там их много. Вот, это вот, мы активные пользователи, ну, особенно Энсиса. Причем, вот я обращаю ваше внимание, что там есть целый ряд разделов в этом Энсисе. Энсис Мекеникл – это механика деформированного твердого тела и конструкции, да. Энсис CFD, ну, CFD, наверное, тоже, кто знает из вас, как расшифровывается, да, это Computational Fluid Dynamic, да, то есть, это гидрогазодинамика вычислительная, да. Это задачи механики жидкости и газа, ну, какие именно задачи, мы сегодня тоже об этом расскажем, покажем, да. Ну, вот, вы видите, что такие достаточно разнородные задачи. И связанные задачи, там, где мы должны решать и задачи механики жидкости и газа, и механики конструкции совместно, да, где мы не можем их разделить друг от друга, да. То есть, когда не только поток жидкости и газа влияет на конструкцию, но и деформированная конструкция настолько сильно видоизменяет поток, что мы не можем этим пренебречь. Вот тут возникают эффекты, наверное, многим из вас тоже на слух известные, типа флаттера, галлопирования, бафтинга и так далее, которые вот там зачастую приводят к автоколебательным процессам, ну, и, как следствие, возможно, к разрушению, да, каких-то объектов. Повторяю, детали будет потом. Вторая графа – это специализированные программные комплексы. Они, конечно, не обладают той мощью, вычислительной, как тяжелые программные комплексы, но их название говорит само за себя. Они именно хорошо специализированы под ту отрасль, в которой они работают. Ну, здесь приведены программы в области строительной конструкции оборудования и трубопроводов, да, которые удобны с точки зрения задания модели, анализа результатов, так сказать, реализации действующих российских норм. Это тоже в ряде случаев обязательно является требованием. Ну, опять же, я не буду их перечислять, их много, если и когда кому понадобится, естественно, мы об этом не только будем говорить, но и рассказывать, показывать, и увлекать в этот процесс их использования. Ну, есть исследовательские, такие некоммерческие программные комплексы. Ну, вообще говоря, это не относится, к сожалению, сейчас к российским университетам. Я боюсь, что они относятся и к университету Дубны, но если заехать, зайти там на сайт любого крупнейшего университета в мире, ну, с технической сильной такой, да, направленностью, вы обнаружите, что у таких университетов есть свои исследовательские программные комплексы, да, ну, вот, например, конечно-элементные. Вы спросите, а зачем они нужны? Ну, во-первых, вот, есть такое мнение, оно не мною было высказано, но применительно к нам, да, что если вы не разработаете свой программный комплекс, вы не поймете чужой, да, ну, или, по крайней мере, он для вас будет все время черным ящиком, да, это правда, отчасти, да, это отчасти правда. И вот в значительной степени для этого такие разработки делается в университетах, а также за тем, что, ну, мозги в университетах молодые, такие креативные, да, так сказать, не находящиеся в рамках каких-то там коммерческих зависимостей, и зачастую бывает, что такие монстры типа Энсиса, Абакуса и Иностран, определенные алгоритмы или даже модули, да, заимствуют из этих исследовательских программ. Такое тоже в практике есть, да. Ну, это как бы такое свидетельство высокого класса, безусловно, да, вот этих исследований. Ну, здесь показаны некоторые такие исследовательские программные комплексы, из них, среди них вы находите наш стадио, статикодинамика, оптимизация. Ну, и я бы на этом, может быть, даже закончил, если бы вот не последняя, не последняя графа, да. Сейчас такая модная тема, очень модная тема, да, цифровизация, цифровая экономика, значит, цифровые технологии, информационные технологии, всякое там информационное моделирование. Вот, в 99 случаях эти все фразы более-менее уверенно произносят чиновники и жулики, да, но тем не менее, вот есть, остается один процент, да, вот, где это имеет смысл, да, я, собственно, об этом проценте вам и расскажу. Особенно любят эту пассаж, слышать из моих уст вот эти чиновники и жулики, да, когда я им говорю, они радуются очень. Значит, дело в том, что вот эти все программные комплексы, да, они обладают собственными препроцессорами, постпроцессорами, то есть можно этими средствами набрать, проверить модель, провести расчеты, выполнить анализ результатов, да, но сегодня они существуют уже не в безвоздушном пространстве, потому что вот на этом правом крае их подпирают системы автоматизированного проектирования, да, сейчас они иногда называются по-другому, 3D-моделирование, там, 4D-моделирование, ну и так далее, и так далее, которые, так сказать, содержат или могут содержать такие конвертеры, конвертеры, что вы можете из этой модели, ну, в формате модели информационной или там сапровской, да, передать ее модели расчетную, но момент истины в том, что рассчитывать на то, как думают, опять же, многие начальники, да, что нажав одну кнопку, обычно она имеет красный цвет, значит, вы получите из вот этой сапровской модели расчетную, да, опять же, тот, кто вам это говорит, ну, я не призываю делать то, что я обычно в этих случаях делаю, да, ну, вы можете, так сказать, весьма скептически отнестись к этим разговорам, потому что эти разговоры ведутся уже не первое десятилетие, да, а у расчетчиков собственная гордость, это во-первых, во-вторых, никогда, 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 запомните, да, расчетная модель, да, не сможет превратиться по одному клику, да, из модели, ну, в сколь угодно продвинутой, сапровской или там информационной, да, это просто разные модели, да, вообще говоря. Да, вы можете оттуда взять геометрию, это много, это много на самом деле. Еще кое-что, именно кое-что, но значительную часть вы будете, так сказать, моделировать именно в этих программах, именно как расчетную модель, потому что там физико-механические характеристики, нагрузки и воздействия, там конечные элементы, там разные типы, библиотеки, да, ничего этого никогда не было и нет, и не будет, вот, вот в тех самых сапровских моделях. Говорю это так, на будущее, да, потому что, возможно, вы с такими мнениями, пересечениями будете сталкиваться, да. Окей. Ну, здесь как раз показано, что для того, чтобы эти программы, ну, прежде всего, вот такие, типа НСИ, Собакус, имели юридическое право в России использоваться, надо пройти определенные процедуры, но в атомной энергетике это обязательная процедура аттестации, вот мы этим уже занимаемся 27 лет почти тоже, в системе сначала Госатомнадзора, теперь научно-технического центра по ядерно-радиационной безопасности, Ростехнадзора, а вот для строительства, например, это система Российской академии архитектуры строительных наук, здесь показано свидетельство, которое мы получили на АнСИС, да, то есть мы проводили такую многоуровневую верификацию, в течение двух лет, это такая серьезная научно-техническая работа, кстати говоря, мы активно привлекаем туда научную молодежь, потому что на таких работах она сильно растет и много чего понимать начинает, да, так идем дальше, ну, всякие там приложения, на самом деле это 4 тома, где-то 1000 страниц, значит, я об этом не говорил вначале, значительную часть информации можно почерпнуть, мы это тоже покажем еще на нашем сайте, да, я не буду просто об этом говорить, но в частности вот эти верификационные отчеты, свидетельства, да, есть на нашем сайте тоже. Ну, здесь показаны некоторые работы, вы видите, такие не самые свежие, значит, работы, их выборка, да, ну, давайте посмотрим, что это за выборка, ну, вот эта работа, которой как раз занимались вот присутствующие здесь коллеги, ну, по крайней мере, частью этой работы, да, и Дмитрий, и Александр, это, прямо скажем, не самый большой стадион, прямо так скажем, да, ну, о больших стадионах Александр отдельно расскажет, да, к чемпионату мира, это стадион, ну, такой намоленный в России, такой был стадион Торпеда, сейчас это называется центр Стрельцова на Автозаводской, это, кстати, район моего детства, так что он мне тоже хорошо знаком, я там бывал часто, значит, чем интересно этот объект, значит, ну, целой большой серии, можно сказать, задач, которые тут была решена, ну, в частности, одна из задач, это уже я перехожу, как бы, к реализации тех научных задач, к примитивным объектам, да, это обтекание, аэродинамическое, ветровое обтекание вот этих козырьков, да, вот таких, которые закрывают. Дело в том, что здесь это не просто важно с точки зрения определения ветровых нагрузок, да, вот на этот козырек, ну, чтобы он, как бы, выдержал эти ветровые нагрузки, ветровые, плюс снеговые, плюс, собственно, вес, а и то, что здесь как раз ввиду гибкости этой конструкции, тонкостенности, могут возникать те самые явления, да, о которых я говорил, да, аэродинамической неустойчивости, то есть, взаимное влияние, да, потока на конструкцию, конструкции на поток с раскачкой вот как раз такие такие эффекты здесь в результате трехмерного численного моделирования связанных задач аэрогидроупругости пройдет время и вы тоже наизусть все будете это говорить вы таскать не думать это если вы этим будете заниматься вы все это выучить вот это будет и и зарегации из вас как бы совершенно без всякого усилия так вот результате решения таких трехмерных нестационарных задач связанных аэрогидроупругости до были как раз определены вот такие опасные режимы и были предложены конструктором были предложены те мероприятия по усиление этих козырьков чтобы они не возникали да то есть видите это вполне такая вроде бы с одной стороны научная задача с другой стороны с безусловной практической пользы до с точки зрения безопасности дальше дальше ну и показаны ветровые потоки как вот происходило это моделирование к чему все это дело привело значит назад немножко да другие объекты но я не говорю о том что у нас много объектов уже там за за 30 всякие там застройки высотные не только высотные застройки москве которые все надо математически продувать до с тем что определять ветровые нагрузки на несущие конструкции на фасадные конструкции об этом будет отдельный разговор да я там не буду детали входить вот но также и пешеходной комфортности да ну типа вот многие знают что если рядом стоят несколько высоких зданий вы заходите там на скажем на нулевой уровень и вас носит с ног буквально до ветер хотя 100 метрах таскать стороне этого ветра нет вообще да это вот как раз вопросы пешеходной комфортности до определить насколько эти зоны застройки остаются или становятся пешеходной комфортно и что нужно для того чтобы эту комфортность обеспечить да ну то есть с помощью зеленых насаждений щитов и так далее опять же вполне как видите такое реальное повседневное практическое приложение ну а здесь показана другая задачка но она вроде бы тоже вроде бы кажется такой странный да это весь пересадочный транспортно-пересадочный узел это пересечение проспекта кузовского проспекта до третьего кольца и железной дороги вот такой сложно решенный пересадочный узел какой да там и метро и московская кольцевая дорога нынешняя вот этот искать до железнодорожная ну вот можно дальше пойти ну вот как это выглядит модели вот практически учтено все что можно учесть ну и результаты которые показывают ведь этот ветровые поля давление которые показывают а то на что нужно считать и опять же насколько на этих перронах да значит пассажирам будет удобно да что опять же их не будет сносить этот туннельный эффект дальше ну тоже такое направление вроде бы неожиданное на самом деле для нас совсем не новое еще в советские времена мы работа еще в гидропроекте в этом проекте я уже этим занимался это ветровая энергетика да ну не знаю рассказывали вам или нет ну может быть пару слов скажу такого общеобразовательного плана ну да сказать что структура российской энергетики она в общем такая достаточно ожидаемая или традиционная да можно сказать что основная доля там тепловая энергетика значительная доля атомной до гидроэнергетика тоже значит конкурирует по объему и совсем совсем очень так сказать небольшая это нетрадиционная энергетика на то чтобы нетрадиционной энергетики то что под чем сегодня понимает ветровую ну или возобновляемую до ветровую и солнечную энергетику на вот в россии ветровой энергетики в нынешнем понимании в таких сопоставимых объемах выработки энергии начали заниматься совсем недавно ну чтобы она была конкурирующая потому что вы знаете наверное что во многих странах мира технически развита доля ветровой энергетики доходит сегодня уже до 30 35 процентов ну да не например да германия она приближается к этому уровню да то есть в тех странах которые отказались или там снижает уровень загрязняющей энергетики но такой как тепловая например или опасной энергетики такая как ядерная атомная энергетика да то есть многие страны особенно после чернобыля вспоминаем 86 год в советском союзе да после фукусимы япония 2011 год многие страны свернули развитие атомной энергетики другие страны наоборот да как бы больше усилий вкладывает россии в том числе в увеличение как бы усиление безопасности да и за счет этого развития до нового поколения это отдельная тема очень интересная мы тоже в этом участвуем но тем не менее до доля вот такой нетрадиционной ветровой в частности энергетик во всем мире возрастает да и по оценкам где-то лет через десять вот такая нетрадиционная энерго нитационная энергетика во всем мире пересилит да то есть перевесит значит традиционную энергетику да россия здесь в этом смысле плетется в самом хвосте до мирового тренда ну есть этому объяснение по крайней мере наши правительственные чиновники их выдвигают что у нас очень много ресурсов очень много значит углеводородов и так далее то есть мы как бы можем себе это позволить до топить небо ассигнациями но с другой стороны это тоже когда-то закончится поэтому первые такие объекты они появляют появились в россии буквально вот прошлом году и позапрошлом году это ульяновской области первые два ветропарка и мы собственно занимались здесь вот такими интересными наука емкими задачами ну или как сейчас принято говорить задачами научно-технического сопровождения этих проектов а именно определение ветровых нагрузок да вот при урагане особенно да важно чтобы когда вот ураган и ветер дует да и как бы не вращается лопасть они там зафиксированы чтобы нагрузку чтобы как бы не сломалась не сломалась сама установка да чтобы вот нагрузки на частности на башню на фундаментные конструкции не превышали ну как за проект на вот для того чтобы определить эти нагрузки решаются такие задачи аэродинамики нестационарной и значит определяется эти нагрузки дальше да и 2 2 класс задач тоже связаны да это резонанс такой механический дело в том что лопасти это уже такой обычный режим работы лопасти когда вращается ротор вращается да за счет дисбаланса возможного дисбаланса ротора до возникает такая не равновешенная нагрузка если это динамическая нагрузка и и чистота до вынуждающие близко одной из значимых собственных частот этой системы возникает резонанс ну то что мы понимаем и значит все очень плохо да были ли такие случаи в природе были опять же для того чтобы отстроить эту систему на стадии проектирования до математическими методами от резонанса нужно вот провести такой анализ механической системы и посмотреть насколько наши собственные частоты системы далеки от частот воздействия ну это как бы вторая сторона нашей работы дальше дальше ну значит последние годы вот такой ветровой обдувки математической подвергается не только там здание сооружения вот такие гражданские высотные большепролетные но и особо ответственно здесь показана модель для шахты да так сказать рудника такого где-то там помна риск никель и что-то в этом духе вот откуда саша родом да значит что-то вот по-моему здесь то есть тоже вот мы проводим такой анализ показываем какие нагрузки воздействия но и значит потом это как исходные данные как расчетные нагрузки вносится в модель для расчета напряженно деформированного состояния оценки прочности и несущей способности дальше ну это вот как раз картинки да ну про трубопроводы я уже говорил вот вы видите сложные трубопроводные системы так идем дальше эта тема который я сейчас не будут тас когда трогать сильно потому что не хочу от отнимать хлеб значит дмитрия да это вот как раз система мониторинга как мы их видим означает ли это что мы занимаемся только только уникальными зданиями сооружениями или какими-то уникальными системе нет отнюдь оказывается что сегодня когда вот если мы увидим тоже такое сегмент социального жилья ну крупно панельные здания да они оказываются повышаются в этажности да то есть раньше это было что там сколько там 9 этажей потом 13 там 16 19 сегодня там 25 и 33 и оказывается что многие подходы к обоснования безопасности таких зданий которые ну вот использовались еще 40 лет назад предположим да сегодня они устарели более того они являются опасными да потому что не учитывает всех эффектов в том числе нелинейных которых я говорил эффектах вот работы таких систем дальше ну вот здесь показано как раз моделирование таких критических узлов монтажных стыков или монтажных соединений панелей друг с другом до которая как оказалось вот для таких сооружений для таких зданий ведутся совсем не так как прописано в классической литературе там 20-30 лет недавно сюда то есть вот такая опять новый шаг в неизведанный да вот показаны как раз картину упруга пластических деформаций и нелинейных нелинейных деформаций таких систем дальше еще можно дальше это один из объектов москва-сити но вы знаете этот комплекс такой деловой да в центре там есть не только вот эти высотки ну про высотки мы еще тоже поговорим да вот не только не до скребы но и вот например есть такой проект практически он уже реализован ну там большим исключением киноконцертного зала и видите такая интересная решенная фасадная конструкция то есть вот она напоминает чем-то смартфон до такой прозрачный и там вот внутри такие колесики крутятся но это как часы такие до иметь имитация часов а внутри там видно эскалаторы люди там и все такое ну такая смелое решение причем это ван ты напряженные тросы на них крепится стеклопакеты на осях крепится эти вращающиеся колесики такая очень сложно сочиненная и сложно реализуемая конструкция опять же мы видим степень глубины моделирования в частности видите стеклопакеты до трехслойные еще там с пленкой и внутри слой воздуха но и не воздуха там газа да потому что их моделирование их их деформирование зависит от работы такой системы составе всей конструкции дальше ну и можно еще дальше и еще дальше ну надо сказать что нам конечно нравится заниматься новыми объектами новыми системами понятно молодежи нравится тем более еще вот но жизнь устроена так что объекты есть не только новое да есть те которые необходимо ну либо разрушить либо реконструировать да есть такие объекты которые не хочется разрушать да но они имеют историческую ценность да ну вот например политехнический музей москве на новые люди такого более старшего поколения наверно знают что он интересен не просто не только как политехнический музей ну где есть политехнические объекты да значит такой инженерной культуры да скажем 19 20 веков но и в 60-е годы это был такой центр притяжения культуры да или можно сказать такой оттепели как это называлось за там выступали известные поэты писатели такой глоток свободы он ассоциируется с политехнический музей как раз так получилось что реконструкция большого аудитории где все вот эти мастера выступали сейчас к сожалению уже последний из них ушли из жизни там вот и в тушенко по видимо был последний вот значит вот реконструкция его да это очень сложная задача ничуть не менее сложно чем проектирование нового объекта да потому что мы должны с одной стороны учесть в каком состоянии находятся те конструкции которые мы не разбираем да они находятся отнюдь не в проектном состоянии на мы понимаем а с другой стороны учесть как они поженятся так сказать с теми новыми конструкциями до который будет там сказать с учетом новостей всяких да вот здесь показаны значит эти проекты до дальше и это сказать некоторые результаты да сейчас по тем нашим результатам которые мы получили уже выполнена эта реконструкция и я думаю ну не знаю если не в этом то в следующем он будет объект открыт да открыт как вот такой новый объект естественно там вся музейная часть будет серьезно обновлена это тоже понятно ну и вы наверно знаете я об этом не говорил вы знаете что огромный такой совместное здание политехнического музея и мгу будет рядом с мгу построена еще дополнительно это уже новый проект это новый проект ну о нем отдельная речь ну наверное сейчас с учетом что мне тут сигнализирует да что я должен значит наступить на горло собственной песни да мы просто пролистаем ряд объектов о них там ребята тоже может поговорят вот я остановлюсь на этом как вы думаете что это такое есть какие-то мнение вы смотрите в россии какое самое высокое здание сегодня как вы думаете как самый высок а но это сооружение скорее зданиями иду там где люди там как бы могут жить там работать там еще чего то да самое высокое если говорить о сооружении это останкинская башня 540 метров я как раз живу рядышком там да так что наблюдаю в том числе наблюдал когда там была был пожар да и там выгоревала значительная часть тросов которые там имели несущую часть способность да но тем не менее слава богу стояла да начались и говорить о зданиях то россия сейчас последние там 10-15 лет держит первенство в европе да то есть самые высокие здания в европе не в мире конечно да в россии ну вот до последнего времени это были здания москва-сити да но в частности башня федерации 3 375 метров до где-то год назад ну чуть меньше введена в эксплуатации по крайней строительной части и перехватила пальму перенос это лахта центр у меня слышали санкт-петербурге на побережье финского залива 462 метра так 40 это не 540 но как вы снова все-таки да ну а следующее по высоте будет устроиться сейчас мы просто тоже занимались этим объектом это ахмат тавуров грозном что характерно в сейсмо активном районе то есть там очень сильные нагрузки сейсмические 9 9 10 бальные вот она будет 300 она будет 400 435 метров до ну то есть как бы чуть меньше лахты а вот это третье по величине то самое высокое в москве и третье по величине значит в европе стало быть да это же в москве сети проекта мы занимались в прошлом году им это 404 4 метровая значит башня 108 этажные это самое высокое жилое здание это жилое здание будет да то есть как кто-то на 108 этаже может быть захочет купить квартиру но я вам не предлагаю но вот вдруг на сюда когда-нибудь так дальше вот результаты расчетов то есть мы это тоже все делали проходили про стадионы значит тема отдельная да саша на вам расскажет это вот как раз наша мы так сказать получаем прошлом году самую высокую строительную отрасль золотую медаль российской академии за вот этот комплекс расчетов и расчетных обоснований стадионов чемпионата мира по футболу вы знаете что эти чемпионат мира прошел ни один из стадионов не упал сильно не разрушился несмотря на толпы фанатов там и прочих неблагонадежные публики вот но разумеется эти проекты делались не ради только чемпионата мира да то 7 предстоит еще как минимум 50 лет да а то и 100 службы вот и работы в режиме уже не фифа наследие но это отдельная тема и тема в том числе мониторинга да о котором вот будет говорить наверно следующем дмитрий ну на этом я бы хотел пока поставить точку или многоточие если есть ко мне вопросы да пожалуйста я вам говорил и предупреждал и призывал вас до задавать вопросы потому что в этом смысл да насколько вам интересно не интересно здесь говорилось и говорилось правильно что значит те из вас кому только бы увидеть свое будущее вот в этих занятиях в рамках той же инженерной школы университета да и кто захочет пройти у нас летнюю это практика называется до стадио а значит как говорится велкам мы приглашаем да да вас будет немного вот но значит вам будет уделено соответствующее внимание то есть вы будете проходить практику тренируясь как говорилось в известном фильме не на окошечках а на реальных объектах вот с реальными значит исследователями да то есть как бы понимая почем фунт лихо да это очень важно итак вопросы без стеснения что нужно ну понимаете я пока я сказал об этом и могу повторить я пока слабо представляю вообще вашу базу да вот что вы прошли что вы не прошли значит если говорить о о таком о портрете идеального практиканта до портрета но такого не существует идеального это понятно вот такое идеально ну это человек который обладает или там прошел по крайней мере здесь соответствующий курс фундаментальных дисциплин да эта механика деформирована твердого тела но теорию упругости механика жидкости и газа это численные методы да это там метод конечных элементов ну хотя бы это да вот хотя бы это не так мало на самом деле да хотя бы это и который имеет вкус ну или приобретет после наших вот докладов сегодняшний до вкус вот к тому чтобы это как-то использовать да вот посмотреть как это работает на самом деле да вот не просто учебник открыть да или там выступить с какой-то за умной речью где-то да а посмотреть как это работает как это используется для реальных объектов а потом потом спустя какое-то время увидеть этот объект построенным до или там реализованным да и увидеть что он не упал там до или там увидеть какие-то проблемы и с помощью мониторинга как начать их решать вот как бы портрет такой да но прежде всего конечно заинтересованность до прежде заинтересован потому что это на первом месте я считаю если вам это интересно еще вопросы пожалуйста да но она смотрите хотя вроде бы фирма у нас относительно небольшая да и можно себе представить было бы что она однородная на самом деле это не так у нас тоже есть люди которые более погружены это вот в такие расчетные исследования да и пользуются ними разработанными пропусками они не программисты да они исследователи там расчетчики да значит когда я говорю расчетчик это человек может закончить все что угодно на самом деле да там и бауманку и там физтех и там энергетический институт и строительный университет да ну в общем разные да вот если у нас такие чистые проекта есть чистые программисты которые занимаются разработкой и развитие поставкой обучением нашего собственного софта да надо надо ли знать расчетчику например какие-то языки ну да вот дело в том что например в таких тяжелых в таком тяжелом софте ну как например энсис да там есть встроенные языки программирования да с помощью которых вы можете намного удобнее да эффективность создать модель провести расчет выполнить анализ да то есть может там цикл какой-то закрутить да то есть это вот тоже определенные ну там типа такой basic basic подобные языки такие да скажем так они тоже имеются да то есть это все по месту как бы решается да зависит от того какую задачу вы решаете ли класс задач да и что для этого надо с точки зрения но в том числе программирования ну если говорить о каких таких новомодных да но сам я как бы понятно если я говорил о комплекса которую которым 40 лет с гаком да понятно что я тоже программист да но я прошел там несколько стадий там и были автокоды и там алгол основной язык который мы все-таки пользовались но вот в расчетных делах это фартран в разных его ипостасях да значит нынешняя молодежь фартран не любит вот кто-то открыто говорит что даже презирает вот намеренно хотя вот все эти комплексы вот расчетное ядро таких комплексов конси собаку знаю не понаслышке там просто наши ребята работают да которые раньше здесь в россии да в советском союзе были они и были написаны фартране развивается вычислительно не естественно не обслуживающие не не при просто процессора вот именно это но вот здесь у нас тоже значит есть такая внутренняя дискуссия значит фартран си плюс плюс да вот где-то вот там да мы находимся вот поэтому ну я знаю там что существует более такие свежие новые языки там до конь перл или еще что-то да но мы им там не очень активно пользуемся прямо скажем в нашей практике это практика она не универсально конечно наш